Я не привык записывать видео со включенным светом, я обычно записываю только с выключенным. Молли, долли, мадамы и господа, меня зовут всемирно известный Джейси, и сегодня мы с тобой посмотрим новый ролик от 1-2 под названием, короче говоря, я приготовил суши. Поехали. Короче говоря, я приготовил суши. Это была суббота. Уже полдня я ожидал свой заказ из ресторана, а конкретно 4 минуты и 20 секунд. Где там едут мои Удзуяка, Мамусаки, Гадзияма, Бабузяка и Хокайдо Фокуока? Кто вообще подумает название этим роллом? Пока ждал заказ, пересмотрел все серии Наруто, изучил несколько приемов кунг-фу и нарисовал пару иероглифов, что-то мне это напоминает. Присмотрел все серии Наруто, изучил... Прикольный халат. Что у него очень на голове, на лбу? Не банда, она. Приемов кунг-фу и нарисовал пару иероглифов, что-то мне это напоминает. Точно, справку, которую мне вчера выписал врач. Развенел звонок в дверь. Это был мой заказ, который привез Рома. Он сказал... Нихао. Да, не хавал, еще давай заказ. Не хавал. Я расплатился. Спросил Рома, до Воли устроился доставщиком. Он сказал, что у него уже огромный опыт в службе доставки. Четыре минуты двадцать секунд. Тут же ему позвонили с работы и уволили за то, что он долго доставлял заказ. Он заплакал. Я пригласил Рому в дом. С горя он съел мои роллы. Я разозлился, но не стал обижаться. А интересно, вот Рома и... Как его зовут? Я не помню. Они в одной комнате живут? В одной квартире или нет? Надо помочь другу с работой. Заодно и себе. Предложил начать делать роллы самим и доставлять их по городу. Рома воодушевился. Сказал, что начнем работу прямо сейчас. Предложил слетать в Азию и купить необходимые наборы для суши. Я сказал, что есть предложение получше. Зашел в Пандао. Ведь это удобное предложение для заказа различных товаров прямиком из Китая. Быстрая поддержка на русском языке и самые низкие цены. Рома взял мой телефон. Но случайно перепутал и вместо наборов для суши заказал набор пилочек для маникюра. Да, это в стиле Ром. Хорошо, что в Пандао есть возможность отменить заказ в течение четырех часов. Я выбрал то, что нам нужно. Я оформил заказ снова. К тому же здесь и скидки в 25-30% на электронику. Пока доставлялся набор, мы придумывали название нашей организации. Решили проявить креатив и назвать доставка суши. Сейчас, подожди. Делаем вкусную нотищу, делаем по кайфу. Ей-и-и. Скажи, да, суши, Рома. Рома, суши, не достойно. Скажи, пожери. Тот, кто ест, тот не голодит. Генеально. Пока Рома делал наш сайт, приехали наборы для готовки. У нас мало времени, а это значит, что пора начинать готовить. Нашли рецепты суши в интернете. Рома делал тяплям. Я аккуратно раскладывал ингредиенты, строго следуя рецепту. Наконец, первая партия роллов была готова. Они были ничего. А у Ромы идеальные. Что? Как у него это вышло? Он сказал, что у нас появился первый клиент. Класс. Я стал упаковывать свои суши. Пошел за пакетом. Вернулся. Но мои роллы куда-то пропали. Я спросил, где они. Рома сказал, что выкинул со стола эту кучу отходов. Созвольствия выкинул его роллы. Зачем? У них же были идеальные. Об этом я не подумал. Ингредиентов не осталось. Поэтому мы решили сделать суши из подручных средств. Из каких? Заправили майонез. Они же даже не вареные. Имбирь, васаби. Получился неплохой набор. Отвезли клиенту. Стали обновлять сайт в ожидании отзыва. Отзыв появился. Это потрясающе. Как вам пришла такая гениальная идея сделать роллы из пельмени? До сих пор после вкусе радует. Пять звезд. Мы обрадовались. Рома сказал, что у нас появилось еще три заказа. Мы тут же докупили ингредиенты. Раз людям нравятся наши необычные роллы, попробуем поэкспериментировать еще. Мы заворачивали фасоль в лаваш. Что? Смешивали печку с вареньем. Доширак с кофе. И соусов у нас было. И кошачий корм с яйцом. Наши горячие роллы разлетались как горячие пирожки. Кстати, рецепт с пирожками у нас тоже был. Мы зарабатывали как миллионеры и были гуру сушистами. Как вдруг Роме позвонили с его предыдущей работы с предложением, от которого он не мог отказаться. Зарплата 300 рублей в неделю и возможно бесплатно доедать за клиентами. Рома сказал, что наш бизнес его больше не интересует. Я спросил... А сколько они зарабатывали? ...так просто возьмет и бросит то, что мы создавали годами. 300 рублей в неделю? Он предложил мне поработать вместе с ним. Нееет, не соглашайся. Короче говоря, мы приготовили суши. Ставь лайк и подписывайся на канал, если тебе понравилось это видео. Также не забывай скачивать приложение Пандао. Так как прикольно получилось. Вот у этого чувака, не помню как его зовут, достаточно прикольный голос. Вот больше всех, который мне зашел, короче говоря, это вот про Ивангай. Вот он достаточно прикольный, советую вам взглянуть. Этот ролик тоже получился достаточно забавно. Мне он понравился, я поставил лайк. Я думаю, уже тут пора заканчивать. Подписывайтесь на канал. Подпишитесь, блять, на канал, пожалуйста. Просто нажмите на эту красную, черную, блять, красную кнопку и все. И ничего сложного нету. Так, о чем это? Да, подпишитесь на канал, короче. И поставьте лайк. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok